Всем добрый вечер, с вами достаточно неожиданный дуэт комментаторов Платон Гальпериан Никита Петров. Мы комментируем... Мы вдвоем комментируем дружеский матч администрации группы Шахматный Феникс против участников этой группы. И встречается у нас Кирилл Широков, который заметно поднял свой рейтинг на шахматной планете против... Здесь вообще без чек-либо усилий? Абсолютно, да. С помощью только своей игры против Александра Редштейна. Александра у нас единственная девушка, которая принимает участие в этом матче. По крайней мере, я пока на состоянии... по состоянию на 17-й тур. Так что я даже не знаю, за кого гулять. Особенно учитывая невзрачную игру Кирилла в последнее время. Я болею за... конечно, за участницу, потому что Кирилл нашел по ВП на его цене и пошел Е4. Кирилл разыграл двойной франкет. Кирилл разыграл чушь. На Е4, видимо, конь Е5 задумано. Е5 или я не знаю, что ли. Я думаю, что какой-нибудь крепенький слон Д6 последует. Ход-то хороший слон Д6. Почему бы и нет? Кстати, после слона Д6 еще Е4 будет подграживать. Вот я почему говорю. Может быть, на слон Д6 белом надо Д4 играть? Д4... конечно, смотрится так себе, но... А, что делать? Ну, можно как-то Д3 какой-то пирс странный получить. Ну, не знаю. Нет, не в стиле. Белый такой получает, конечно, Кирилл Мастер. Ну, Е4, не понял. Конь Д4 он может быть. На Е4 может просто конь Е1 с Д3. Единственная проблема этой позиции, что можно получить после конь Е1-H5. Довольно быстрая, потом Аш-4. Не, я думаю, я просто смотрела пару партий Александра, я думаю, она не дискнет. Да, 2-0. Солидно. Ну, теперь белые, кстати, могут получить неплохую позицию после С4. Да. Как-то центр прорезается. Ну, понятно, что я каком-то перевесе белых речи идти не может, но хотя бы не сильно хуже. Так, ну что будет? Можно пойти в принципе Е4? Ну, мне кажется, что надо играть Е4. Кирилл Мастер и Е7. Да, если черные хотят на что-то рассчитывать, то надо играть Е4. Е4 сыграно. Ну, достаточно, кстати, интересная позиция. То есть, в общем-то, открыла, можно было ожидать намного худшего. Ой, что это такое. Да, тут какие-то позиционные события. Посмотрим, да. Конь Е7 не нравится ход, но я сомневаюсь, что он будет сделан. А, что делать? Скорее всего будет сыграть. Кирилл Мастер и Е6 может какой-нибудь, он из 5, я не знаю. Мне кажется, Владей Е8, Александра сыграет. Ну, ход-то в принципе нормально. Ну, нормально, но конь Е7 более идейный. Ставит перед ним больше проблем. Я не знаю. Ну, может быть, ферзь Е7, не знаю. Ну, много ходов еще. Единственное, стоит заметить, что Экерилла уже на полтора минуты больше времени. Что, впрочем, ни о чем не говорит, потому что он в любом случае будет добавлять минут. Да-да-да, я только хотел сказать, что Кирилл, это джентльмен, добавит время. Причем он даже, ну, короче, всем добавляет. Да, мне кажется, что в этой партии... Да, в этой партии, если он добавит время, это хотя бы будет обосновано. А вот то, что он делал до этого, немножко странно. Владей Е8, действительно, хорошо я чувствую. Понимаю женскую логику, скажем так. Что, в общем-то, не может меня радовать, мучить в этом предстоящие турниры. Что за бред? Ну, конь Е5, пошел. Не знаю, видимо, это жертва. Ну, это фигня. Ну, может быть, ты... А слава, ну, это не нравится. Теперь, кстати, белых может получиться. Теперь это обоснованная жертва. И это вообще не жертва в СД. Ну, да, следующий ход в СД. Наверное, получше у белых после СД. Не, ну, по-моему, просто после конь Е5 вообще было. Без пешки как-то. Не, ну, там взяли-взяли ферзь Д4, может, такая идея. Ну, понятно, что хуже у белых, но еще совсем все потерял. Ну, в любом случае, момент заигран. К сожалению, для команды участия. Эта позиция мне напоминает то, что сегодня стояло в Блиц в партии Карлсон. Карлсон Хаммер. Карлсон довольно легко и уверенно выиграл. Посмотрим, сможет ли Кирилл повторить его достижения. В принципе, тут если сравнивать Карлсона и Хаммера, и Кирилла, и, наверное, Александру, ну, почти одно и то же получается по уровню. То есть, есть. Кази, да. По расхождению разница, ну да. Сломбосейн, пешка. Ну, конечно, ты на тебе хуже. Хотя, Д-5 еще просто. Ну, оно и было хуже. Ну, после КНД-5 тоже хуже. Два слона все-таки старше. По крайней мере, не сразу, Иван. Ну, да. Не, ну, наверное, надо брать на Д-5. Других ходов-то не особо. А-ка, нет. Так, так, белые сличные фигуры остаются. Печально, очень, все печально. Ну, да. Скажем, что КНД-6 здесь поигрывает фигура. Я уверен, что Кирилл не видит этот ход, но не хочет так играть. Но под угрозой страшной расправы. Кирилл вообще нехороший человек. Надо было ход назад попросить, как он это обычно делает. Кирилл просто, он испугался страшной расправы с моей стороны. Как я ему обещал. В том случае, если он будет выпендриваться. Поэтому решил съесть фигура. А, слушай, то есть, уже должна быть расправа. Потому что, ну, согласись, что Кирилл уже 3 по 3 как-то очень часто играет. Да, Хирилл играется что угодно, на самом деле. Да, ну, Е4 постоянно играет какую-то игру. Зачем он сыграл фигура, я не очень понимаю. Ну, не знаю, можешь подменяться просто. Ну, так, ну, Владя, а Е5? Ну, конечно, ну, просто подменяться хоть. Не знаю, мне жалко было послона. Да, другое дело, что, наверное, большинство... Ну, слушай, тебе слона жалко, Кириллу вообще нет у него принцесса, ничего, ему не жалко, не девушку вообще. Беспринципный. Да. Ну, что, Ферзи ФТ это по-нашему. А, это, он, это, мы смотрели. Кирилл просто знает, что его смотрят сейчас. В том числе, смотрю я, и решил порадовать. Скорее всего, из-за того, что Интерты его смотрят, Ферзи ФТ это было сыграно. Да, я даже хотел Ферзи ФТ 6 предложить. Вот и на разницу по времени. Оу, оу. На разницу по времени это не страшно, Кирилл добавил, понял. Ну, и потерял, конечно, тоже всё довольно грустно. Да, ну, технически легко выигранная позиция, конечно. Ну, Кирилл, техника это пресс-пиратная вообще, по смыслу? Ну, так, у человека рейтинг на 250 пунктов выше, чем у тебя на планете. В пулю. Во-первых, а, пулю? Да. Пулю, это, стоп, какой в поле у него рейтинг? В пулю? Ну, такой же, примерно, наверное. Так, у меня выше на 250 пунктов, что ты чешешь? Не знаю, значит, кто-то уже обыграл его. Потому что, когда я поднимал, был довольно большой. Может быть, путаю что-то. Ну, вот, Солнце-6. Не знаю, зачем Кирилл отдал на Е2. Вы пендрежник. Да, скорее всего, никакого, никакого вы пендрежника, что-то еще не идёт, просто зевнул. Кстати, был ресурс ладья АД8, ладья Е8, чтобы сразу поменять вместо Е3, но... Так тоже неплохо. Ну, в общем, я думаю, надо признать свое поражение, что он... Да, не, не, какой пораж... Никаких признаний и поражений, плиз, ты что? Ну, здесь на Кирилл, я знаю, ну, тут может разве что на Слон Е4 надеяться. Я уверен, что Кирилл найдет способ здесь все испортить. Так, Слон Д5, я не знаю, ну, тут... Тут после любого поставления Слона даже будет ничьями гарантирован. Ну, будет лучше у Беларис, а не А4, успеют зафиксировать. Первое, что мы... Ну, что на Слон Е5, Кирилл? Давай. Зачем? Е4? Е4? Е4 не 1, нарячито, нарячито, крепко. Хорошо. То, что возможно, это все второе попытки пойдет интересно? Нет. Сейчас король D6, король B5, король C7, Кирилл предложет ничью. потому что не найдет способ усиления а черные будут сыграть на победу ну, ЖФ, конечно, абсолютно беззаконно но здесь уже навряд ли повлияет ну, мне уже становится скучно а тебе не скучно в самом начале? ну, я бы на месте Кирилла ставил бы этого слабо подбором пошел бы, не скажем, бы 5 взяли-взяли, а 4 у нас черниевская команда есть, капитана называют Тузик вот Тузик недоволен Тузик любит кровь Тузик капитан черниевской команды? ну, я такая, ну, собака такая жестокая а я думала, я думала, ты нет, я островок неосердия ну, хорошо, в общем, партия подходит к концу команда администрации увеличивает свой отрыв в матч ну, если, конечно, пата не будет а, слушай, я думаю, чего еще Александра в эту позицию играет? я же забыл про пат да, пешка на А4 заблокирована, так что все возможно нет, все-таки черные сдались Кирилл выходит вперед а для вас комментировали о том, как я и Никита Петров комментировали не очень удачно, но уж не обессудьте всем спасибо за внимание скоро вторая партия исправимся, до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания Продолжение следует...